Расчет массовой или объемной доли выхода продукта по сравнению с теоретически возможным выходом. Сегодня на уроке вы научитесь вычислять выход продукта реакции по сравнению с теоретически возможным. Теоретический и практический выход. Масса теоретического выхода больше массы практического выхода. Объем теоретического выхода больше объема практического выхода. Эти потери показывают величины. Практический выход продукта реакции – это объемная доля выхода φ. Теоретический выход составляет 100%. Практический выход чаще всего меньше 100%. Количество продукта, рассчитанное по сравнению реакции – это теоретический выход. Он соответствует 100%. Однако на практике продуктов реакции всегда образуются меньше, чем должно было получиться в соответствии с расчетами. Возникает вопрос – почему? Многие химические реакции обратимы и не доходят до образования продукта. При гетерогенных реакциях вещества плохо смешиваются, и часть веществ может не вступать в реакцию. Часть газообразных веществ может улетучиться. При получении осадков большая часть вещества может остаться в растворе. Понятие «практический выход» используется только для продуктов реакции и означает отклонение массы или объема продукта от теоретически возможного. Массовая доля – это или объемная доля φ, выхода продукта реакции. Это отношение массы или объема полученного вещества к массе или объему, которая должна была бы получиться в соответствии с расчетом по уравнению реакции. Обратите внимание на формулы нахождения массовой доли выхода продукта и объемной доли выхода продукта реакции. Первый тип задач. Известны масса, объем исходного вещества и масса или объем продукта реакции. Необходимо определить выход продукта реакции в процентах. Разберем первую задачу. При взаимодействии магния массой 1,2 грамма с раствором серной кислоты получили соль массой 5,5 грамм. Определите выход продукта реакции. Запишем данное решение уравнения реакции. Находим малярные массы. Находим количество вещества. Количество вещества магния 0,05 моль. По уравнению вычисляем теоретическое количество вещества и теоретическую массу продукта реакции. Теоретическое количество вещества продукта реакции 0,05 моль следует из соотношения количества вещества магния и количество вещества магния СО4 по уравнению реакции 1 к 1. Теоретическая масса магния СО4 равняется 6 грамм. Находим массовую долю выхода продукта реакции. Массовую долю выхода продукта реакции находим по формуле. Масса практическая делим на массу теоретическую и умножаем на 100%. Ответ – 91,7%. Ответ задачи. Второй тип задач. Известны масса или объем исходного вещества или реагента и выход продукта реакции. Необходимо найти практическую массу или объем продукта реакции. Разберем вторую задачу. Вычислите массу хлорида кальция, образовавшегося при действии соляной кислоты на оксид кальция массой 16,8 грамм, если выход. Составляет 80%. Запишем дано. Уравнение реакции. Находим малярные массы оксида кальция и хлорида кальция. Находим количество вещества реагента. Количество вещества оксида кальция – 0,3 моль. По уравнению вычисляем теоретическое количество вещества и теоретическую массу продукта реакции. Отношение количества вещества оксида кальция к хлориду кальция по уравнению реакции 1 к 1. Тогда количество вещества теоретическое кальция – 0,3 моль. Найдем теоретическую массу хлорида кальция. Теоретическая масса хлорида кальция – 33,3 грамм. Находим практическую массу продукта реакции по формуле. Масса практическая равняется... Это массовая доля выхода умножить на массу теоретическую. Отсюда масса практическая кальция-хлор-2 составляет 26,64 грамм. Записываем ответ. Третий тип задач. Известный масса, объем практически полученного вещества и выход продукта реакции. Необходимо вычислить массу или объем исходного вещества. Разберем третью задачу. Карбонат натрия взаимодействует с соляной кислотой. Вычислите, какую массу карбоната натрия нужно взять для получения оксида углерода 4-х валентного, объемом 28,56 литра при нормальных условиях. Практически выход продукта 85%. Запишем уравнение реакции. Вычисляем теоретически полученный объем и количество вещества продукта реакции. Объем теоретически равняется объем практически деленный на выход. Объем теоретически углекислого газа равняется 33,6 литров. Количество вещества углекислого газа составляет 1,5 моль. Находим количество вещества реагента по уравнению химической реакции. По уравнению химической реакции количество вещества карбоната натрия относится к количеству вещества углекислого газа 1 к 1. Тогда количество вещества карбоната натрия равняется 1,5 моль. Находим массу реагента. Массу реагента находим по формуле количество вещества, умноженное на малярную массу. Малярная масса карбоната натрия 106 грамм на моль. Количество вещества карбоната натрия 1,5 моль равно масса карбоната натрия 159 грамм. Ответ 159 грамм. Задача номер 4. При взаимодействии 22,4 литров водорода с бромом получили 30 литров бромоводорода при нормальных условиях. Определите практический выход продукта реакции. Запишем дано. Переходим к решению. Найдем количество вещества водорода. Количество вещества водорода 1 моль. По уравнению реакции у нас в реакцию вступает 1 моль водорода, образуется 2 моль бромоводорода. По условию у нас вступает 1 моль водорода и образуется х моль бромоводорода. Отсюда х равняется 2 моль бромоводорода. Находим теоретический объем бромоводорода. Теоретический объем бромоводорода равен 44,8 литров. Найдем выход бромоводорода. Объемную долю. Объемная доля выхода бромоводорода равняется 30 литров. Делим на 44,8 литров, умноженное на 100 процентов, равно 67 процентов. Ответ 67 процентов. Бромоводород – едкое, весьма токсичное вещество, обладающее удушающим действием. Предельно допустимая концентрация 10 мг на кубический метр. Подведем итоги урока. Сегодня на уроке вы научились вычислять выход продукта реакции в процентах от теоретически возможного. Урок окончен. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok